Поднимай свою планку высоко Не важно как далеко, да, стайл, но И мы будем живать скоро Ведь мы одни из тех, кто пришёл писать историю С нами ты падёшь далеко Далеко, далеко С нами ты падёшь далеко Далеко, далеко С нами ты падёшь далеко Далеко, далеко С нами ты падёшь далеко Всем привет! Вы смотрите передачу Молот БГ и с вами Вика и Саша. С чего начнем? Ну, даже не знаю. Давай подумаем. Может быть, самого нежного, милого и доброго праздника Дня Мам? Точно! Тем более этому празднику было посвящено много мероприятий, а отдел молодежной политики даже конкурс организовал. В последнее ноябрьское воскресенье все россияне отмечают День Матери, чтобы выразить свое уважение, благодарность и чувство любимым мамам. В детской школе искусств состоялось мероприятие, посвященное этому доброму, нежному и светлому празднику. Учащиеся школы подготовили концертную программу. Накануне праздника отдел молодежной политики организовал фотоконкурс под названием «Счастье быть мамой». 75 семей заявили желание принять в нем участие. Фотографии мам с детьми выставлялись в социальной сети «Одноклассники». Победителя определяли по наибольшему количеству лайков. На мероприятии подвели итоги конкурса и поощрили призеров. В результате интернет-голосования первое место заняла Ирина Трунова. Второе – Людмила Цирульник. Третье – Наталья Перминова. Мамы награждены дипломами и сертификатами на приобретение подарков. Хочу поблагодарить отделы молодежи за проведенный конкурс. Очень были рады принять участие, занять второе место. Очень понравилось. Также хочу поздравить всех мам с Днем Матери. Пожелать счастья, здоровья, удачи во всем и всего самого хорошего. Дополнительный приз зрительских симпатий по решению комиссии присужден Елене Елизаровой, маме пятерых сыновей. В прошлом выпуске мы рассказывали о молодежной акции «Автопоезд» за народное единство. Напомним, что эта акция принесла новые награды нашему району. Специалист молодежного центра Надежда Лысунова заняла первое место в конкурсе видеообращений. «Будущее в руках молодых» – так называется ролик. Давай его вместе посмотрим. Вы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И этот фундамент – патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, к духовным ценностям, к тысячелетней культуре своей страны. Это ответственность за свою страну и ее будущее. Каждый человек получает два воспитания. Одно дают ему родители, передавая свой жизненный опыт. Другое он получает сам. Никогда не прекращайте ваши самообразовательные работы. И не забывайте, что знанию и образованию нет границ и пределов. Сегодня молодежь воспринимает понятие «культура» по-своему. Но для всех нас слово «ценность» означает то незыблемое, то дорогое сердцу и разуму, что необходимо беречь и охранять. Культура дает нам знания о прошлом, помогает жить в настоящем и продвигает нас в будущее. Обращаясь ко всей молодежи страны, призываю их сохранять культурные ценности. Ведь отношение будущего поколения к этим ценностям зависит от нас. Для успеха в предпринимательстве нужны обучение, дисциплина и уборная работа. Но лично мне помогает создавать и развивать это то, что я люблю свое дело. Вам надо найти то, что вы любите. Ваша работа заполнит большую часть и единственный способ быть полностью довольным – делать то, что по-вашему является великим делом. Сегодня возможностей начать свое дело гораздо больше, чем когда-либо. Так что дерзайте. Не знаю, получится ли у меня оправдать выраженной здесь надеждой, смогу ли я указать молодежи какой-либо иной путь, отличный от пути, который я указал самому себе. Но молодежь – это социальная группа, жизнедеятельность которой характеризуется активным вступлением в самостоятельную жизнь, в новое социальное отношение, к которым относится формирование духовности, становление характера. Обращаясь к молодежи Кубани, призываю выбрать свою активную позицию в жизни общества. Ведь молодежь – это главный ресурс Кубани, нашего общего дома. Ты знаешь, бывают ситуации, когда человек не в состоянии справиться со своими проблемами. В районе действуют специальные программы поддержки, которые помогут человеку принять правильное решение. На территории Белоглинского района реализуется социальный проект под названием «Стоя на краю, умей сказать, нет». Проект сам, он антинаркотической направленности. И в дальнейшем, уже с Нового года, с 2018 года, он войдет в методические рекомендации Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Проект направлен на категорию детей от 15 до 22 лет, которые не могут найти признания, не могут до конца найти, чем им заниматься в будущем, не могут раскрыть в себе какие-то таланты. Это дети из многодетных семей, дети малоимущих семей, в общем, семей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. И вот уже как месяц мы проводим для них интерактивные тренинги, игровые тренинги, проводим пресс-конференции, дебаты, конкурсы творческого направления, где они могут показать себя методом ролевых игр, где они могут применить на себе разные роли разных профессий, попробовать что-то исполнить в виде танца, в виде песен, в виде изобразительного искусства. У нас проводится конкурс антинаркотических стен газет. Приглашаем, естественно, органы системы профилактики, то есть мы привлекаем психологов, привлекаем сотрудников полиции, врача-нарколога. В декабре хотим устроить большой кинолекторий, показ художественного фильма, хотим устроить мастер-класс по диджейнгу и хотим провести также беседы, пригласить успешного человека, который начинал с нуля, дошел до успешности, чтобы показать, что можно в каждом маленьком уголке найти себя. Вик, посоветуй, кем стать? Юристом, экономистом, учителем. Работа должна быть престижной, востребованной и приносить доход. А главное, чтобы в радость, понимаешь, для души. Тогда предпринимателем откроешь свое дело и будешь заниматься тем, что тебе нравится. А если у меня нет предпринимательских способностей? Тогда это поможет тебе выявить специальный тест для начинающих предпринимателей. Многие молодые люди задумываются об открытии своего дела. Но будет ли оно в результате развиваться, принесет доход или прогорит на начальном этапе? Этого предсказать никто не может. Чтобы определить, есть ли шанс и возможность стать успешным бизнесменом, оценить предпринимательские способности, отдел молодежной политики проводит тестирование. Проверить себя изъявили желания студенты Белоглинского аграрно-технического техникума в начале встречи с ребятами побеседовали эксперты. Рассказали о способах открытия своего дела, разнообразии направлений, мерах государственной поддержки развития предпринимательства, дали рекомендации и советы. Прежде чем говорить об индивидуальной предпринимательской деятельности, вам необходимо самим в этой жизни определиться, что бы вы хотели в этой жизни делать, каким бы видом деятельности вы хотели бы заниматься. Направления могут быть самые-самые разные. Начиная от сельскохозяйственного производства, заканчивая переработкой, промышленностью, сельским туризмом и так далее. А может у кого-то из вас проснулись именно задатки руководителя, которые создат какой-то центр. Центр помощи, допустим, тем же фермерам, центр помощи предпринимателям района, в котором будут оказывать какие-то юридические условия, то есть подготовить своих специалистов и так далее. Мария Переверзева, молодой предприниматель по образованию экономист, не так давно открыла небольшую студию красоты, но уже с уверенностью может сказать, что сделала правильный выбор. Мое детище – это студия красоты Манхэттен. Я к этому шла очень давно, потому что с самого детства мне нравилось рисовать, мне хотелось заниматься визажем. Потом были обучения, очень много курсов по повышению квалификации. Дальше очень много себя искала. Это были и курсы маникюра, но в конце концов я пришла к выводу, что именно макияж и визаж – это то, что мне нравится, чем мне нравится заниматься вообще в будущем. Хотелось бы пожелать ребятам, которые сейчас ищут себя, которые прошли сегодня тестирование на выявление качеств молодого предпринимателя, найти себя в будущем, проявить свои какие-то предпринимательские способности. Возможно, они – будущее нашего района. Хочется пожелать им огромной удачи, найти себя, быть целеустремленными, способными, творческими и развиваться в направлении, которое им нравится. Это удачный пример, и таких в нашем районе немало. Ежегодно проводится всероссийский конкурс «Молодой предприниматель». Основная цель его – выявить талантливую молодежь, которая занимается предпринимательской деятельностью. Участники конкурса «Молодые люди» в возрасте от 18 до 30 лет представили свои работы в пяти номинациях. Открытие года, производство, работодатель, социальный бизнес и личный вклад года. Честь Белоглинского района защищал Михаил Звягин. Став победителем муниципального, а потом и регионального этапов, он прошел в следующий – федеральный, где презентовал свой бизнес-проект «Работодатель года». А вот если у вас появилось желание основать собственный бизнес, оцените свои возможности с помощью теста для начинающих предпринимателей. Он поможет узнать, обладаете ли вы деловыми качествами, предпринимательской жилкой и есть ли шансы добиться успеха в этом направлении. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. А впереди самое интересное – подготовка к Новому году. Как я люблю этот праздник! Сказочный, волшебный, чудесный. Дед Мороз, Снегурочка, подарки, елка. Стоп-стоп-стоп! Об этом в следующей программе. Так что не пропустите! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok